У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и мы будем сейчас его приглашать в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Яниса. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Яниса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех, находящихся в этой комнате, в этой прекрасной атмосфере. Вы можете называть меня Настя. Настя. Да, именно так. Благодарю вас, Настя. Вы куратор? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного. Все убрали. Остались 10 вопросов, которые Янис очень бы хотел вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Так как я курирую эту земную жизнь, этой определенной души, я постараюсь ответить на интересующиеся вопросы, соответственно, продвигая эту душу к осознанности и правильным решениям в дальнейшем. Благодарю вас. С вашего разрешения, начиная с первого вопроса. Из какого места во Вселенной пришла моя душа? Прекрасный вопрос. Я благодарю тебя за него. Ты лирианец. Твоя душа пришла с созвездия Лира. Пройти определенный опыт на планете Земля. Замечательно. На этом месте мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарим за теплый прием. Мы можем продолжать? Конечно. Второй вопрос. Можете ли вы описать, как выглядит дом моей души, окружающая его среда? Это очень интересный вопрос, потому что на данный момент дом твоей души – это биоробот и планета Земля. Душа должна быть тепло в этом месте. Это на Земле называется дом, куда хочется вернуться и где тепло. Ведь дом – это не стены. Дом – это люди и окружающие эмоции и чувства. А теперь перейдем к созвездию Лира. То, откуда твоя душа родом. Созвездия Лира – это скопление определенных звезд. Как она выглядит? Выглядит она как музыкальный инструмент. Все звезды связаны между собой. Вибрациями мы называем их струнами, чтобы было понятней. Вибрации могут иметь разный характер, поднимаясь, опускаясь и передавая разные мелодии, вибрируя между собой. Это как телепатическая передача мысли, только она идет с помощью музыкальных нот. Музыка похожа на флейту. Создает она из вибраций, как я уже сказала. Именно так выглядят звездочки твоей души. Их нужно сонастроить. Ты правильно сказал. Благодарю. Благодарю вас, Настя, за этот ответ. Третий вопрос. Что такое мой энергетический стержень и как его развивать? Энергетический стержень – это твоя частичка души, находящаяся в тебе и ищущая свой путь к осознанности и развитию. Частичка души окружается духом, наращивая его в разных ситуациях и укрепляя его в разных ситуациях и событиях на разных объектах, в данном случае планеты Земля. Повтори, пожалуйста, вопрос. Что такое мой энергетический стержень и как его развивать? Хорошо. Твой энергетический стержень может выглядеть по-разному. Это зависит от твоих вибраций и внутреннего состояния. Как я уже сказала, душа со звезды Лира имеет музыкальный оттенок. Это может быть в виде флейты. То есть твой стержень может быть как труба, как флейта или же струны, как грив гитары. Также это может быть с клавишной инструменты. Ты можешь применять к себе любой инструмент. Твоя душа будет отзываться музыке. Главное в этом вибрации. Не уходи в низкие вибрации, тяжелый рок или навязчивые, громкие музыкальные ритмы, которые не влияют гармонично на твое внутреннее состояние. Здесь нужно подключение визуализации и работа всех сенсорных восприятий. Окончание. Я бы сказала, подключаясь к этой музыке, ты подключаешься к своему внутреннему состоянию, соответственно, стержню, который излучает свет созвездия Лиры и, соответственно, живет на вибрациях. Какие они будут, зависит от тебя, от твоего внутреннего состояния. Благодарю. Благодарю вас, Настя. Следующий вопрос. Четвертый. С какими целями и задачами пришла к реализации моя душа в этой жизни? Немножко разбросанный вопрос. Абсолютно верно. Я понимаю, какие задачи душа имеет на планете Земля. С какими целями и задачами она пришла в эту жизнь? Именно так я понимаю этот вопрос, но речь идет о планете Земля. Поэтому именно так я и буду отвечать. Душа, любая душа, расширяется по мере своего развития и пребывания. Есть души, которые спят. Но задача души — развиваться, наполняться светом и идти, и я бы это назвала к идеалу, становляясь чище и искренней. На любом объекте душа проходит определенные преграды и задачи. Точно так же планета Земля. Твоя душа синхронизируется своими вибрациями с окружающей средой, в которой ты находишься, с людьми и задачами, которые ты себе ставишь на Земле. Развитие души, нахождение правильного оттенка и музыкального звука, то есть вибрации. Я бы это так назвала и сопоставила с тем, что душа со звездой Леры проходит на Земле. Дополняй свою душу больше чистых нот и правильных вибраций, как я уже сказала, не уходи в низкие тона. Держи гармонию. Вибрации должны быть определенного уровня для того, чтобы твоя жизнь была интересной, притягивала правильных людей и развивалась с радостью. Когда есть радость и уверенность, любые преграды сметаются вибрациями этого состояния. А теперь я подытожу. Твоя душа пришла на Землю, чтобы получить земные блага, радости, чувства, пережить разные эмоции и справиться со своими вибрациями, не синхронизируясь и не опускаясь на нижние слои. Именно поэтому ты быстро проходишь разные задания, не концентрируясь на поражениях. И это правильно. Ты не опускаешь свои вибрации в какой-то определенный момент, и поэтому они позволяют пронестись через преграды без эмоциональных потерь, не затягивают тебя в воронку низких вибраций. Кажется, я понятно объяснила. Безусловно, никаких вопросов нет. Настя, все понятно. Можем идти дальше? Пожалуйста. Пятый вопрос. В какой области мне следует развивать свой потенциал? Я не могу тебе сказать, в какой области развивать потенциал. Это задача души найти правильную область. Соответственно, вибрациям души, как я уже рассказала выше, радости, искренности и счастья. Если область не приносит этих эмоций, значит, она не выбрана правильно. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Шестой. Какие мои основные негативные модели или модели поведения, которые блокируют мое чувство гармонии и развития? Все то, что спускает тебя на низкие вибрации и дает душе неприятный осадок. Я не буду перечислять их. Ты прекрасно знаешь вкус этого осадка. Сделай сам свои выводы и распредели, какие вибрации тебе нужны, а какие не нужно переживать в твоей последующей жизни на планете Земля. Продолжайте, пожалуйста. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Каковы величайшие таланты моей души, на которые я могу положиться, чтобы помочь ей достичь своих целей? Твои величайшие таланты я уже назвала. Ты очень спокойно переживаешь многие ситуации, на которых другие души зацикливаются и уходят как воронку нижней вибрации. Ты легко переходишь по высоким вибрациям, не зацикливаясь, случилось, сделал вывод и пошел дальше. В какой-то степени это правильно, когда это не достигает эгоизма и, как вы говорите, хождение по головам. Не забывай в этих вибрациях вести за собой другие души, которые нуждаются в твоем успокоении и музыке твоей души. Находясь на твоих вибрациях, они могут спокойно перейти через какие-то свои переживания. Успокоив их, ты даешь им уверенность и надежду. И это очень важно для тебя и для окружающих. Благодарю. Благодарю вас, Настя. Восьмой вопрос. Какой уровень моего высшего Я? Двенадцатый уровень высшего Я. Могу сказать больше. Двенадцатый уровень был получен в этой земной жизни. Значит, это было окончание одиннадцатого и переход на двенадцатый. Свои вибрации поднялись выше. Но это не значит, что ты должен бежать вперед. Ты должен укрепиться в этих вибрациях, укрепиться внутри себя. А это значит, черное и белое, низкие и высокие, добро и зло, материальное и духовное. Слушай свою душу. Она всегда показывает тебе правильные вибрации. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Существую ли я сейчас как сознание в нескольких параллельных воплощениях? Этот вопрос к высшему Я, но я отвечу на этот вопрос, если вы разрешите. Пожалуйста. Так как душа поставила задачу перейти на следующий уровень в земной жизни и достигла этого, сейчас ей нужно жить, чтобы удержаться. А это значит не спускаться к прошлым потерям и не застревать в этой воронке. Я бы хотела еще сказать по поводу вибрации души, про которые я так много говорю. Визуально ты можешь видеть это как струны, которые вибрируют и создают определенную мелодию, соприкасаясь между собой и идя в правильном направлении. Или же звуки-флейты, которые зависят от небольших отверстий в этой трубочке. Они все соединены и вибрируют на одном уровне. Именно так выглядят вибрации твоей души. Они сонастроены между собой. Каждая струна, каждый звук работает вместе, не в отдельности. Поэтому ты легко находишь правильное решение, глушая свою душу и свое сердце. Как я сказала выше, твое сердце сразу уходит. Если ему неприятно, твои вибрации становятся беспокойными. И ты понимаешь, что это то, куда не нужно возвращаться. И это то, что неправильно в твоем выборе. Одну секунду, я ушла далеко. Повторите вопрос. Существую ли я сейчас, как сознание, в нескольких параллельных воплощениях? Воплощение, как частица души, существует в одном месте. В одном месте. Это планета Земля. Переход на 12 уровень, а значит на более высокий уровень для полной души. И благодарю вас за это от полного высшего я на созвездии Лира. И благодарю за то, что это случилось во время моего кураторства. Мне очень приятно это. Благодарю вас, Настя, за этот замечательный ответ. Вообще-то вопрос был, как вы правильно сказали, к высшему я. И высшее я, насколько мы знаем, она может в любой момент принять по своему решению. Хочет ли она воплотиться для получения какого-то опыта на других объектах? В этом конкретном случае вы объяснили, что часть его души находится только на одном объекте на Земле. Благодарю вас. Здесь не только желание высшего я, здесь его опыт силы и возможности. Ведь воплощаясь на нескольких объектах, имеет большую затрату энергетическую. Поэтому, если душа неправильно проходит твой опыт на каком-то объекте, другая часть может тоже погибнуть. Понятно. Значит, надо, соответственно, иметь определенный уровень. Это зависит от многих факторов. Благодарю вас, Настя. Мы здесь закончили? Или вы хотели добавить? Да, продолжайте, пожалуйста. Последний, десятый вопрос у меня остался. Что еще важного я должен знать, что я не подумал спросить? Буду очень признателен. По-моему, я достаточно много рассказала. И эту информацию нужно принять правильно, переработать, освоить и распределить по всем энергетическим центрам. Я бы хотела добавить к вибрациям и давайте назовем струном души цвета. При визуализации можно добавлять цвета энергетических центров и представлять разную музыку в разных энергетических центрах. Это могут быть также разные музыкальные инструменты, которые в целом составляют оркестр или же человека, проживающего на Земле. И это очень приятно, встречаясь с таким человеком, когда внутри его оркестр играет правильно, собрано и сгармонизировано. Я думаю, всем в этой комнате понятен мой переносный смысл. Конечно, мы все поняли. Благодарю вас, Настя. Я только добавлю для Яниса энергетический центр, о котором вы говорили. Это наши чакры, чтобы он правильно просто понял. Благодарю. На этом месте вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать его стержень, это был бы, возможно, самый лучший момент. Его стержень прекрасно активирован. Для этого он и сонастраивается. Тогда остался последний маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которая нас в созвездии Лира уже очень хорошо знает. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Насте, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь своему подопечному, за этот визит и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Великолепно. Вы, может, видите ягоды, но я слышу звуки, исходящие от них, прекрасную мелодию, каждая своя. Благодарю вас за этот великолепный подарок. Во благо, передавайте на этом месте привет созвездию Лира. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые у них стоят на пути, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Великолепное предложение. Благодарю вас еще раз за эту встречу, за чистку и за мой прием. Мы традиционно не прощаемся, мы говорим до скорых встреч, возможно мы когда-нибудь еще встретимся. Желаем вам всего наилучшего. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч.